Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди. Держатели Ripple XRP уже давно называют этот цифровой актив стейблкоином. А все потому, что курс токена держится на уровне 25-35 центов уже достаточно длительное время. При этом нужно заметить, что именно этот диапазон является очень важным уровнем, пробитие которого может опустить курс XRP даже до 15 центов за токен. Однако сегодня я хочу добавить немного позитива и рассказать, почему XRP может подорожать в два раза. Причем уже достаточно скоро. Кстати, если вы не видели недавнее видео о Ripple на моем канале, ссылку оставлю в описании. Там интересная точка зрения о том, почему XRP должен стоить 10 тысяч долларов. Утопия, конечно, но весьма интересно. То, что я вам сегодня покажу, это всего лишь мнение. Мнение известного уважаемого трейдера, у которого более 100 тысяч подписчиков на твиттере. Но я думаю, что оно стоит того, чтобы обсудить его. Вопрос звучит так. Стоит ли Ripple сжечь 50% предложения XRP, чтобы запампить его цену? Часть инвесторов XRP устала от практически фиксированной цены Ripple XRP и объединилась в призыве, что Ripple должен сжечь половину от количества XRP, которое принадлежит компании. Логика заключается в том, что уменьшая предложение, цена токена будет легче расти, что позволит заработать больше денег всем инвесторам XRP. Петиция, которую создал трейдер CryptoBitlord, у которого более 100 тысяч фолловеров в твиттере, уже набрала почти тысячу подписей. Петиция призывает компанию Ripple прекратить выбрасывать на рынок все больше токенов XRP, тем самым не давая токену расти. Прекращение продаж компании своего запаса XRP приведет цифровой актив к пампу. Так считает CryptoBitlord. Ripple продолжает сбрасывать миллиарды XRP на наши головы, тем самым опуская цену в пол. Удивительно, что такая линия поведения широко распространена в криптомире. Конечно, мы знаем, что XRP это солидный актив с большим потенциалом, но это должно прекратиться. Звучит как крик души. Ведь действительно, Ripple владеет половиной всего предложения XRP на рынке. К тому же, компания систематически продает часть токенов на рынок, чтобы было на что стимулировать рост экосистемы. Это в том числе и увеличивает весь сыплай XRP на рынке, что негативно сказывается на курсе. В системе условного депонирования изначально находилось 55 миллиардов XRP, которые хранятся на миллиарде счетов. Каждый аккаунт разблокируется ежемесячно и часть XRP продается по усмотрению самой компании. В Ripple недавно объявили, что продажи будут продолжаться пропорционально рыночным условиям, но более низкими темпами. Таким образом, как думают в компании, они защищают цену XRP. Итак, товарищ криптобитлорд призывает прекратить это безобразие. Я не буду говорить, что я согласен или не согласен с ним. Цель этого видео поставить вас в известность, чтобы вы понимали обе стороны. Компанию Ripple и ее комьюнити в лице инвесторов. Но то, что сжигание предложения XRP вдвое повлияет на цену, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Однако нужно помнить, что продавая свои токены, Ripple реинвестирует полученные средства в свою экосистему. Они имеют Xpring, XRapid, компания Ripple инвестирует в начинающие стартапы, которые в итоге будут использовать токены XRP. Поэтому мы не должны злиться на Ripple за их продажи своих собственных токенов, потому что они тратят эти деньги на развитие. Реинвестируют свои собственные продукты. Они делают именно то, что и должен делать умный бизнес. Развитие платежных систем, развитие стартапов, партнерств, компаний, все это стоит денег. Поэтому стоит ли компании сжигать половину предложения XRP, которым она владеет? Вопрос очень неоднозначный. Я думаю, нужно сжечь некоторое количество XRP, например, 10-15%, но никак не половину. Однако все не так просто, типа сжег предложение и цена выросла. Да, закон спроса и предложения работает, но и человек в этом уравнении играет большую роль. Продавая свои токены и реинвестируя финансы, Ripple привлекает все больше партнеров, которые потенциально могут пользоваться токенами XRP. А значит, компания мотивирует увеличение спроса на свои собственные токены. Кстати, ссылку на петицию я оставлю в описании. Если вы согласны с ней, можете ее подписать. Лично я не согласен с тем, что нужно сжигать такое большое количество токенов, но процентов 10 не помешало бы сжечь, так как рыночные условия для XRP на данный момент весьма ненадежны. Однако я все равно уверен, что рано или поздно цена XRP удивит всех, даже скептиков. Скептиков даже больше, чем всех. И меня могут ненавидеть хейтеры Ripple за это, но я уже не раз отправлял деньги с помощью Ripple, и это действительно куда быстрее и дешевле, чем все известные мне традиционные способы. Пишите свои мысли в комментариях, стоит ли Ripple сжигать половину предложения или нет. Или пускай сжигают небольшую часть и продолжают реинвестировать свою экосистему. На этом у меня все, меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте, до скорого. Редактор субтитров А.Семкин